Добрый вечер! В эфире программа «Главная тема». Я ее ведущая Нина Дзимогла. Общественность уверяет, что в Кишиневе продолжается массовая вырубка зеленых насаждений. А молодежь совместно с экологами бьет тревогу. Это может привести к экологической катастрофе, заявили они. Именно поэтому более подробно о текущих проблемах Кишинева нам сегодня расскажет молодой архитектор, спортсмен, блогер, общественный деятель Игорь Сырбов. Здравствуйте, Игорь! Спасибо за то, что приняли приглашение, посетили нашу студию. Здравствуйте, Нина! А Игорь, я вас знаю достаточно давно как такого не просто молодого архитектора и профессионала, а как человека с такой очень четкой гражданской позицией, человек, который очень внимательно следит за всем тем, что происходит в городе, в муниципе Кишинев. Вы очень часто говорите о зданиях, которые находятся в аварийном состоянии, о дорогах, которые в очень плохом виде и состоянии. Но вчера, вот я знаю, что вы совместно с многими экологическими организациями сделали заявление о том, что Кишиневу грозит полная вырубка зеленых насаждений. Что вы имели в виду? И что сподвигло вас к такому вот заявлению, которое так широко массируется в средствах массовой информации, в общественности обсуждается? Ну, если вы заметили, все люди в этом городе замечают, что в последнее время стали потихоньку срубать деревья. Срубают по аллеям, там каким-то, где-то освобождают участки для каких-то застроек, строительства. Где-то за вечер появляется забор, и потом ночью срубаются деревья. И вот эти вот все зеленые насаждения по городу потихоньку стали повырубать. Ну, естественно, мы участвовали не на один такой протест. Всегда к нам показывали авторизацию в лицо, что это все законное, вот депрешаря авторизаты. И мы с любой возвращались. Ну, вы же как архитектор сами понимаете, что иногда бывают ситуации, когда человек получил авторизацию на строительство, и там есть какое-то насаждение, то это насаждение, если оно мешает строительству, его же надо как-то ликвидировать. Естественно. Бывают такие случаи для того, чтобы вырубить одно дерево, там надо получить эту авторизацию в лице фрешаре, авторизацию на вырубку. Чтобы получить эту авторизацию, надо собрать там некое количество документов, там около 10 документов. Ну, естественно, среди этих документов есть и там экспертиза фитопатолога, и проект, дендропроект, как потом, где пересадить другое дерево. Но первые документы начинаются с того, что проверяют, соответствует ли проект, который здесь привязан к этому участку для срубки дерева. Ну, в принципе, бюрократический такой вот коридор с многими дверьми и печатями, надо собирать это все. Обычному человеку это очень сложно собирать, эти печати, эти документы. Но вот эти вот случаи конкретные, которые я вам говорю, что касается аллей, что касается участков в парках наших зеленых, других участках, эти авторизации получаются другим путем. Каким? Допустим, вот этот вот весь процесс 10 документов, чтобы получить авторизацию, он не проходится весь. Фитопатолог даже не появляется на этих участках. А если он бы появился, он должен, обязан сохранить любой зеленый листочек и там как можно это вылечить, но ни в коем случае вырубать 25 деревьев. Допустим, по аллее, вот по Штефану, что сейчас на днях вырубили. Мы когда пошли в соответствующие инстанции и спросили, какие документы и что, как, нам показали такую авторизацию. И там написано, что 25 деревьев были больны. Вы представляете себе на Штефанчелмаре 25 деревьев больными, все подряд. Естественно, мы попросили какие-нибудь доказательства, фото. Нам 5 фотографий выставили, где одно и то же дерево сфотографировано с разных ракурсов. И оно еще в резаном виде уже в машине. То есть, это даже неизвестно откуда это дерево. Как вообще реагирует на эту общественность, которая возмущена? Вот вы все вместе ходите в эти инстанции. Какая надежда, что вы дальше планируете делать? Ну, естественно, многие даже не обращают внимания на эти вырубки. А кто обращает, редко кто как-то подключается, что-то предпринять или сделать. Мы вот так вот подключаемся всегда, когда обнаруживаем такие вот вещи. И как-то пытаемся донести до людей, что творится у нас в городе. И вот мы сейчас вышли с пресс-конференцией, где по пунктам указали, какой закон именно. Тут есть решение правительства номер 27, признанное 2004 года. Вот там есть такая вот анекса, анекса номер 3. Там перечисляются все эти документы, которые надо собирать, и они все обязательные. Ну, допустим, вот есть там один такой документ, как называется положительное соглашение жителей. Ну, по крайней мере, в этой местности, где предстоит вырубка. То есть надо собрать этих людей, с ними поговорить, там пообщаться. Не важно, положительно было бы вот это вот, или неположительный ответ от населения. Но этот документ должен присутствовать, да? Вот этого документа, допустим, нигде не показывали. Просто с вами я общалась в течение этого полугода назад, буквально, когда были очень сильные такие, ну, погодные условия, неблагоприятные. Где, если мы помним, из-за сильных ливней в Кишиневе женщина убила насмерть деревом. И были моменты, когда деревья просто падали, валились. И это создавало очень такие опасные прецеденты для людей, которые живут в этом городе. То есть вот где найти эту грань? Где жители? Вот вы говорите, нужно собрать мнение жителей. А может быть, жители и не знают на самом деле, что эти деревья находятся в аварийном состоянии? Ну, естественно, мы говорим о том, не о том, что не надо, мы говорим о том, что не надо срубать деревья. Но за ними, естественно, необходим уход, лечить. Почему эти ветки ломаются? Потому что вовремя не вылечили или не подрезали, или не поправили. То есть, естественно, нужен уход. И может быть, это настолько дорого, что они не делают в соответствующих инстанциях. Но, в принципе, даже тогда, когда чистят деревья и вырубаются какие-то ветки, естественно, это делается только в экстренных случаях, после чего упало и кого-то убило или что-то разбило. Предовременно это не делают. То есть, вы говорите о том, что это должно произойти какое-то страшное событие для того, чтобы дерево срубили? Ну, получается так. Иначе никто не спотлотится делать это ничего, не выходит деньги. Зачем этим заниматься? Вы говорили до этого о том, что Кишинев превратился в вырубленную лесную площадку. Что вы имели в виду под этим? Ну, посмотрите, в последнее время, как вырубаются наглым образом вот эти вот перекрестки, где появляются новые какие-то сооружения, здания. Посмотрите, сколько пристроек делаются и тоже вырубаются. У меня рядом с моим домом все четыре перекрестка таким путем обрезали деревьями. И сейчас там стоит один коммерческий центр, там еще что-то там строится сейчас. Разве это нормально? Почему он не делается? И вот если приняли закон, почему они же его приняли для того, чтобы соблюдать все эти меры строгости? Или это только для нас, для обычных людей это придумали? А сами их пренебрегают? Зачем они так делают? Тем более, это будущее нашего города. И они уйдут, а это нам что оставят? Но вы говорите в своем заявлении о том, что вы готовы пойти на более жесткие меры и подать на соответствующие инстанции в суд. Естественно, мы на этом не остановились. Мы только обнаружили вот эту схему. Сейчас наши ребята занимаются тем, что проверяют все досконально, подготавливаем все эти документы и будем подавать в суд. Скажите, пожалуйста, вы общаетесь постоянно с обществом, с общественностью, ведете с ними диалог? Какие основные, самые глобальные проблемы сегодня есть в Кишиневе на сегодняшний день? Ну, проблем, конечно, очень много. Но первое, с чем надо работать, это с коррупцией в административных вот этих вот структурах. Я знаю, что вы проводили пресс-конференцию вместе с экологами. Что говорят вообще экологи? Чем это грозит Кишиневу? Ну, естественно, они уверяют, что надо срочно остановить массовую вырубку деревьев. Не только в городе, но и в лесах. То есть это прям массовая? Да. У ребят там есть информация конкретно, что... Вот зайдите в кадастр и посмотрите, что все леса, которые вокруг города, они уже в частной собственности или в аренде. Вот два дня назад в Бельцах был случай, там взяли в аренду на 49 лет, да, и через полгода срубили 28 гектар. Конечно, это нельзя вот такие вот делать незаконности. Вот все леса, они дают в аренду. На каких основаниях? Кому они отдают? Я уверен, они самим же себе сдают и своим родственникам и кумовям. То есть вы считаете, что это грозит какой-то экологической катастрофой, если проблема не будет решена? Тут идет экологическая катастрофа, экономическая катастрофа. Вы посмотрите, что с этим городом творится. Они ремонтируют эти дороги каждый год, и все дороги. Вы думаете, они ремонтируют дороги? Ну, хорошо. Вот вы так воинствующие об этом, обо всем рассказываете. Но я знаю, что очень много общественности есть, которая неравнодушна, которая в том числе и в ваших рядах. То есть каким образом вы стараетесь искоренить, исправить эту ситуацию? Я думаю, что общественность, подключившись, имеет тоже какие-то рычаги для того, чтобы повлиять на это. Вы знаете, самое интересное, что все об этом знают. То, что я вам об этом говорю, это знает абсолютно любой гражданин и житель Кишинева. Все об этом знают, и все молчат, всем как-то не до этого. Надо, наоборот, сплотиться командой и начинать работать, чтобы показывать все эти ошибки. Может, примария не успевает, или именно это неинтересно, или это невыгодно. А каким образом вы, помимо того, что вы подаете в суд, каким образом вы еще проводите свои работы, свою деятельность? Очень часто выходим на участки эти с протестами, пытаемся как-то противостоять, проверить документы. Бывает, даже без документов они начинают вот так вот вырубать деревья. Помню на Скулянке в парке, там парк Клайзвор, тоже боролись мы боролись. Одного человека выгнали оттуда, а через год другой владелец это тоже успел построить. Вот такая вот ситуация, история. И это везде так делается. Все парки, посмотрите, вот эти строительные компании, которых крышуют государство. Не будем называть партию какую, но посмотрите, как на всех краях парков строительные компании строят всякие комплексы. В каком состоянии сейчас находятся мусоросвалки? Это если мы вот сейчас говорим об общей экологической ситуации. Я вот изредка туда заезжаю, что-то выкидываю, и всегда меня удивляет один момент, что свалку можно найти за несколько километров до нее по кулькам, которые развесаны вдоль дороги. И весь этот мусор, который от нее идет. То есть вот так вот можно выбрать направление и сразу попасть на эту свалку. Это, конечно, минус огромный для нашей племарии, что она знает, что есть куда выкидывать, но вообще не занимается. Там есть беспризорники, которые ходят, собирают картон, металл, дерево. Ходят немытые, грязные, порванные. И обрезы всякие от этого мусора у них. Я вам скажу, что их можно было даже взять на работу официально, сделать им все эти условия. Они также будут дальше собирать все это. Вот и как-то можно утилизировать этот мусор. Сколько проектов интересных есть. Вся Европа утилизирует мусор. А у нас это как-то не доходит. Хорошо, скажите, пожалуйста, жителям, которых очень волнует их здоровье, которых очень волнует экологическая ситуация, которая сложилась в Кишиневе. Как они должны реагировать для того, чтобы предотвратить, исправить тот беспредел, о котором вы сейчас рассказывали? Естественно, если где-то кто-то видит какие-то моменты, которые подозревают, что они нелегальные, это надо быстро сфотографировать, снимать на видео, выставить в соцсети. Чтобы это оборот какой-то, наверное. Это как минимум надо. Если вы пойдете в инстанциях, вам либо они уже в курсе, что там делают, и бумагу выдали, либо вас погонят по кабинетам, чтобы собирать какие-то доказательства. Но можно как-то исправить ситуацию? Естественно. Это надо, чтобы не один человек, а все были бдительны к таким случаям. Я думаю, только вместе можно будет сделать какой-то порядок. Игорь, спасибо вам огромное. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я уверена, что жители Кишинева, которые сейчас смотрят эту программу, они обязательно не останутся равнодушными путем даже тех же социальных сетей, где вы тоже очень активны. Они с вами свяжутся, где вы вместе поборетесь и уверенно достигнете очередных успехов в области развития и сохранения экологической ситуации в городе. Спасибо, Нина. Но я надеюсь, что неравнодушными останутся и государственные силовые структуры, которые должны взяться и проверять их по поводу легитимности вот этого всего. Инспекция фискала пускай проверит, как они правильно продают это дерево. То есть за них надо взяться и срочно остановить массовую вырубку деревьев в городе. Хорошо, спасибо огромное, дорогие телезрители. Наша программа подошла к концу. Я желаю вам хорошего вечера. Встретимся ровно через неделю. Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...